Клиническая смерть – это смерть, но это состояние можно еще вернуть к жизни. Студент, преподаватель, директор предприятия. Научиться оказывать первую помощь в школу номер 58 пришли люди разных профессий. Тема первого занятия – клиническая смерть. При таком неотложном состоянии у пострадавшего отсутствует сознание, пульс и дыхание. Для того, чтобы определить правильно дыхание, ну, во-первых, как я уже сказала, нужно запрокинуть голову. Это очень важный момент, чтобы язык в дыхательных путях не мешал. Но и дальше, наклоняясь к пострадавшему, мы и ухом, и щекой пытаемся определить дыхание, но и глазами мы тоже смотрим на грудную клетку. 20 минут теории, после чего практика. Свои навыки они учатся отрабатывать на фантомах. Чтобы спасти человека, есть всего 5 минут. Именно столько длится клиническая смерть. Я не оказывала никогда первую помощь. И сейчас все равно я считаю, что это важно проработать. Это такая тренировка, которая, если вдруг понадобится, даст свой результат. Если человек находится без сознания и у него отсутствует дыхание, необходимо правильно вызывать скорую помощь. Диспетчеру нужно сообщить о своем местоположении, о состоянии пострадавшего, примерно его возраст. И обязательно убедиться в том, что ваш вызов принят. Занятия проходят в рамках просветительского проекта «На пульсе». Идея создания этого проекта подсказала сама жизнь. Когда общаешься в кругу близких или с коллегами, очень часто слышишь историю о том, что тот или иной человек, житель нашего города, попадает в экстремальную ситуацию, где должен оказать первую помощь, но, к сожалению, либо подзабыл эти знания, либо вообще не умеет. На занятиях преподаватели вместе с учениками будут изучать наиболее частые неотложные состояния. Среди них оказание помощи при кровотечениях, переохлаждении, укусах, травмах. Мы запускаем ряд данных семинаров, практикумов, будем говорить. Мы хотим провести их территориально, для того, чтобы жителям было близко для посещения. В школе номер 58 всего планируется провести шесть занятий, причем одно из них будет посвящено психологии оказания первой помощи. Лисанна Габдрашитова, Кирилл Хабзей, Новости Челны ТВ.